среди у меня про дропов не видно видно картинку красиво видно она дропы есть я вижу то что я вижу что что у него не были только в начале окей я поставлю просто 600 он все равно почему то скачет от 600 до 800 я не знаю вот это вот особенность тоже в битрейт 600 короче он скачет картинка вроде ничего такая так я смотрю вроде нормально передаю давай посмотрим люди на полный экран играешь нет ну в окне так нормально значит идёт нормально ну ладно все я туда ресетчу хрен с ним так в общем игрушка называется филиос на север мега драйв шутан шмап верни шутан господи все наркоман вообще в общем сюжете таков ну греческая мифология кифон собственно этот титан вроде бы украл собственно артемиду это которая богиня луны и мы должны на своем пегасе за аполло спасти свою сестру с плена собственно в этом вот весь сюжет так так по кнопку у меня настроена в общем игра на самом деле лютый ад в принципе ну да я бы даже конечно не назвал это совсем адомом допустим сейчас амкол наверное если эту игру проходил рассмеялся бы мне в лицо но она действительно напрягает и я так скажу в этой игре нужно затрачивать маршрут очень жестко нужно затрачивать маршрут так вот есть у нас тут собственно опции здесь мы можем почитать то есть про каждый уровень там допустим заходим в первый уровень нам пишут вот там ля 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 там аполло и артмиды жили там мирно потом пришел короче тифон и всех украл там типа первый босс там голова медузы ля 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 короче кому интересно заходите почитайте все в принципе взято из греческой мифологии ничего особо интересного нового тут нету поэтому читать не будем так ну амкол пишет амкол пишет что не проходил он шмап на сегу только он underground проходил просто пока не играл ну амкола я упомянул как бы в принципе как бога шмапов да Сега сега чё ещё сказать пока не начал собственно буду я играть я не знаю будет это считаться за читата или не будет но в принципе на сеге были турбокнопки В эмуляторе RetroArch Я не нашел, по крайней мере я поискал Целых 30 секунд Как сделать турбокнопку Не нашел И потом вспомнил, что у меня на джойстике Есть такая офигенная кнопочка, называется Rapid И можно на любую кнопку Поставить турбо Собственно на одной из кнопок у меня стоит турбо Потому что даже с турбо играть Тяжело становится А без турбо это вообще Палец отвалится Ты еще и обращаешь внимание на то, что у тебя Рука устает, очень тяжело играть Вот, так Да, еще забыл упомянуть, что это порт С аркадного автомата И аркадная версия сосет Монетка выбивающая дерьмо Ни в коем случае не играть Здесь же у нас в порте Есть уровни сложности То есть Новис, где Грубо говоря Рассказывает нам Предысторию Что-то типа предыстория переводится В общем Новичок это переводится А, да? Новичок Ну грубо говоря, хорошо Ну, по смыслу подходит Здесь, как мы можем заметить Уже игра пытается быть хорошей То есть она нас не обманывает Как некоторые игры Допустим, та же самая Contra 4 Когда ты проходишь на изи Тебя отправляют Типа говорят И говорят, иди проходи на другом Более высоком То есть здесь же сразу пишет Сколько глав И Собственно, какой уровень сложности Естественно, на новичке Вы только первые 4 уровня пройдете А вот на Advanced То есть На полном Грубо говоря Расширенном Да То есть Можно пройти всю игру Еще есть режим Extra Который сейчас Ой, эксперт Который сейчас недоступен Доступен он после прохождения Собственно Режима Advanced Ну Эксперты мы оставим Богатскому Я буду проходить Advanced Лучшие концовки Таковой нету Лучшая концовка Показывается, собственно На нормальной Advanced Так Ну и что мы имеем Вот у нас, собственно Наш Аполло Аполлон На Своем Пегасе То есть Стреляет он у нас Из меча Меч мы можем чарджить Все три кнопки Это просто Обыкновенный выстрел Зажимая кнопку Собственно Происходит чардж Вот я поставил Собственно Просто на одну турбокнопку Ой, на одну кнопку турбо А другой чардж Все В принципе Оружия никакого Больше нет в игре Вообще Но Зато в принципе Есть куча Всяких разных врагов И Более-менее Интересные уровни Игра вышла Напомню В 1990 Году Когда на Сеги Игры еще В принципе Не было Ашмапов Ну Две с половиной Игры было Да, как бы Ашмапов Тем более Поэтому В принципе Я считаю Лично Что в этой игре Все-таки Что-то интересное Есть Ну Она меня По крайней мере Зацепила Я не знаю Она меня люто бесит На самом деле Но Бесит как-то То есть Она меня больше Задорит Я Ругаюсь на нее Но Играть продолжаю То есть Сразу Кривое говно Семь из десяти Подойдет Да Абсолютно Именно Именно так Но Она не то Чтобы Я бы сказал Что совсем кривая Здесь В принципе Нету Какого Как такового Такой Кривизны Как бы Все В принципе Логично Все понятно Нужно всего лишь Разобраться И понять Как это работает То есть Не бывает так Чтобы В одном месте Оно работает Так А в другом Вот так То есть Нет как Такого Кривого Говна Но есть Всякое Говно Именно Со сложностью Вот сейчас Допустим Летит Куча драконов И при этом Еще летит Куча мошек Которых Тебе нужно Еще и Чарджить В этот момент То есть И от этих Мошек Отстреливаться Очень тяжело Также в игре Собственно Не пополняет Абсолютно здоровье Между уровнями Не пополняет Ни хрена То есть Вот у меня Сейчас Ну вот Рядом с мечом Написано Двоечка Это собственно Сколько у меня Жизней И вот эти вот Как сказать В общем Полосочки Оранжевые Это обозначает Количество ударов По мне Которые могут Ну количество Жизни КП Вот КП не восстанавливается Между уровнями За всю игру Пауэрап Именно Здоровье Можно взять Там Он появляется Реально пару раз Если вообще не один Я даже точно Вспомнить не могу По моему Всего один раз Он дается на Четвертом уровне Все Он пополняет Одну Полосочку Здоровья Но во время Прохождения Я покажу Что на самом деле Жизни здесь Очень довольно Легко фармятся А на последнем Боссе Так это вообще Халява Поэтому Только из-за Этого сраного Фарма Игра Действительно Проходится Так Ну вот Завалили мы Первого босса Это была Медуза Гаргона И Убив ее Артемида Артемида Разделась Чуть побольше Не разделась Нет Она не разделась Она стала цветной Она стала цветной Она превратилась В нормального человека Из камня Но здесь еще Будут потом Более-менее Откровенные Сцены Но Это уже Да Но все-таки Я короче Не проходил Аркадную версию Но читал На английской Википедии Что В какой-то из версий Она все-таки Есть Нудити Короче Голая Ну по крайней мере Там было написано Нудити И я подумал Что все-таки Ну как бы Типа Нудити Убрали Из Типа Версии Для Sega Mega Drive Вот То и я подумал Что в аркадной версии Она где-то была Все-таки голой Когда ты проходишь Хотя может Хотя я смотрел На ютубчике На лонгплее Прохождение на эксперте Концовка вроде бы Не отличалась То есть Нам не показывают Но в принципе Что это за сраный Инцест Блин Ё-моё Они брат и сестра Боги Мать их В жопу Какой Нафиг Какая нафиг Голая Артемида Ну что бы Других богами Не делать Это как Знаешь Прицарская Россия Тоже там не было Что они все Друг с другом Инцест Да-да Чтобы не распространять Царскую кровь Так сказать Понял Ну По крайней мере Мы живем Все-таки Уже в 21 веке Так что И к тому же Все-таки Сега Домашняя Консоль Уж Не допустили бы Она подобно Так Я про паврапы Абсолютно Ничего не рассказал Есть собственно Опшены Максимум Опшенов Можно набрать Две штуки А нет Стоп Про оружие Я вообще-то Наврал Кстати Про оружие Я вообще Капитально Наврал На самом деле Я не знаю Почему я так Затупил Я хотел сказать Что Обычное Оружие Которое у нас Сейчас есть Оно у нас Не отнимается Вообще В принципе То есть даже Когда мы Подбираем Какое-то Другое Просто Другие оружия Они идут Как дополнительные То есть Мы так же Можем Чарджить И при этом Выстреливать Обычным оружием Так Ну вот это Кстати Не босс Это Такой Грубо говоря Суббосс Чтобы Попасть К боссу Вот нам Пишут Типа Интерт Данжер Ой Данжен Да То есть В пещеру И как раз Таки в пещере Будет У нас уже Ох А нет У нас У нас Не будет Пещера Пошло Спрайтов Так Чуть-чуть Есть Нет Вообще То в пещере У нас Пока босса Не будет У нас Будет Самая Пещера Которая Очень Даже Противная Вот Я взял Еще Оружие Которое Под Буковкой А Самая Уже Даже Скроллим Ся По Другому То есть Уже Как бы Для Игры Девяностого Года Разнообразие Довольно Таки Большое На мой Взгляд Пожалка Спола Нету На ней Да Спола Нашел Этот Архив Ром Сет Который Рассортирован По Жанрам Разложено В папочке Я просмотрел Абсолютно По крайней мере Ну Именно Сеговские Топ Даун Шутеры То есть Снизу Вверх Летать Да Вот Как Здесь И Ничего Интереснее Этой Игры Я не Нашел Серьезно Есть Куча Там Всяких Аркадных Шмапов Есть Шмап Под Названием По Вертекс Который Чисто Сеговский И он Полное Говно Короче Эта Игра Отправилась В список Ну В отстойник Грубо говоря В список Игр Которые Недостойны Вообще Даже Никакого Внимания Потому что Там Разовый Game Over В мать его На последнем Боссе А Нет Стоп Нет Вру Вру Это я Перепутал С этой же Игрой С полом Писал Там Совсем Другая История Там Нужно Дойти до последнего Босса С определенным Оружием Иначе Ты его Никак не Замочишь Но при этом Это оружие Нужно донести С другого Уровня То есть На последнем Уровне Этого оружия Просто нет Если ты Дохнешь На последнем Уровне Следовательно Все Ресет Ресетишь И начинаешь Игру за Полное Говно Отправилась Как и Зомби Съели моих Соседей В отстойник Так Ну ладно Вот собственно Третий Ой Второй же Да босс У нас получается Второй Второй Я говорю Немножко спать Уже хочу Сегодня встал В 7 утра И целый день На ногах Вот Туплю Я не знаю Че это за Головы Че это за Наверное Это эти Три Старухи Которые там Предсказывают Ну Судьбу Определяют Вот нам нужно Стрелять Кто тут Шар Не знаю Почему Именно в него И боссы Здесь валятся Все Как можно Быстрее Именно Чарджем Я вернулся Ну сдохни Уже Плиз Ладно Слушай Она задолбала Реально У меня просто Последний удар Фух Жизнь дали Кстати Жизнь здесь Дают за 50 За 500 Тысяч очков И На четвертом Боссе Мы будем Формить Так что Сразу говорю Готовьтесь Чтобы в определенный момент Просто 5 минут Смотреть Как я На одном месте Стою Формлю Можно сходить Будет за кофе Или чаем Чем-то Серьезно Так Врагов Потому что Их становится Слишком много И Чарджить Одновременно И стреляя Это очень тяжело Потому что Вот допустим Вот смотрите Вот эти Летающие Самонаводящиеся Бошки Они люто Бесят Потому что От них Тяжело Да И вот Заметили Вылетело Прямо Из-за угла То есть Из-за экрана Точнее Ты даже Не успел От него вернуться И при этом Вот эти Драконы Красные Которые Летят От них Их Просто так Выстрелами Не убьешь Нужно Чарджить Ну вообще Это еще Хрень Летает Быстрее У меня Получается И вот Сейчас Будет Начинать На самом деле Начнется Батхёрд Возможно Надо Быстрее Это место Пролететь Так Так Ладно Отлично В аркадной версии Ничему Абсолютно Нас Не предупреждает В сеговской же версии Разработчики Позаботились О том Чтобы Допустим Сообщить Игроку Что произойдет Вот сейчас Мы видим Всяких Тоже Рыцарей На пегасах Которые Летят Впереди Нас И тут Просто Ни с того Ни с сего Игра Нам пишет Аккуратно Грифоны Сейчас Будут нападать Ну типа Искомим То есть Предупреждает Что Они Скорее всего Появятся Сзади Блин Ну я сдох Ну я сейчас Я сейчас могу Несколько раз На них сдохнуть На самом деле Потому что Очень сложно От них увернуться То есть Конечно Это подсказка Дерьмовая Те не говорят Конкретно Что типа Вот они Сзади Сейчас появятся Но по крайней мере Догадаться Можно Что Стоит Чего-то Ожидать Ну и от От одного Касания Стены Собственно Как Что они Что мы Дохнем Типа Все по-честному Так Тут Главное Главное Долететь Чуть-чуть 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 Осталось Плиз Оооо Оооо Просто И ботхерт Я ненавижу Просто Вот эти места И не то Что их ненавижу Они меня Они меня Просто Блять Выводят Я не знаю И в то же время Я не могу Назвать Что это Говно Это просто Какой-то Челлендж Итак Вот Очередной Сейчас у нас Будет Босс Это Я так понимаю Сирена То есть Как их зовут Не Гаргульи Ну Вы поняли Гарпия Да Гарпия Вот Ладно Сдох Так сдох Потому что Все таки Один удар Тяжело И опять Еще один Босс Который тянет Реально На последнего Спокойно Потому что Во-первых Выбегает Куча скелетов Эти скелеты Запускает В тебя Топоры Самонаводящиеся При этом В тебя Выстреливают Кучу Кучу Говна Просто Из своих Перьев Гарпия И при этом Она еще В определенный момент Стреляет В тебя Огнем Который 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 Наводится На тебя Честно Это Просто Лютый Ад За Всем Этим Следить Это Просто Пипец А еще При этом Чтобы Быстрее Ее Убить Нужно Все Ремя Чарджить Сраный Выстрел Персонажи Какой-то Явно Самый Нет Ну Не то Что Хороший Он На самом Деле Блин Опять Попало Сейчас Нужно Сосредо Есть 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 Фух На самом Деле Хитбок Персонажи Это Рыцарь Наш Который Аполло Сидит Крылья Там Щит Меч Это Не Хитбок Не Не Задевают Нас То Аполло Из Айстилен Типа Ремембо Ну Типа Я Помню Наши Дни Сейчас Покажут Там Как Мы Типа По Небу Пробегали Ну Как Бы То Аполло Это Ж И Менять Там Места Солнце Луну Так Ну Ладно Не Будем Особо Вникать Потому Что Смысл Так Вот Это У нас Собственно Хоуминг Сами Понимаете Что такое Хоуминг Самонаводящийся Выстрел И Вот Еще Одно Мега Дерьмовое Просто Место Ну Не То Что Дерьмовое Именно Как Я И Говорил Неудобное В Тебе Летит Куча Всяких Уродов Собственно Эти Головы Драконии Которые В тебя Выстреливают Тоже В них Нужно Попасть Хотя Б Пару Раз Чарджем Только Тогда Они Умирают Хоуминг Конечно Здесь Полезная Штука Тоже Все таки Наводится На них Убивать Но К сожалению Он Конечный Если бы Давали Хотя бы На чуть Чуть Подольше Было бы Гораздо Проще Ну Опять же Видите Какое Разнообразие Опять же В уровне Нету Как Такого Что Блин 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 Весит Блять Вылетел Прямо Из-за Экрана Сраный Фаершарк Точнее Не из-за Экрана Рядом Прям В тебя Когда Ты находишься Рядом С краем Экрана Вот так Скажем Сраный Фаершарк Как будто Один и тот Ж разработчик Везде Бегал В каждую И Надо Запилить Такую Фишку Чтоб Тебя Убивало Бля Бесит Так вот Как Нет Движок Точно Не тот Жек Это нам Как Кстати Не то План Какой Движок Точно Другой Разработчик Точно Другой Просто Какой-то Вот У всех Шмап В того Времени Есть Такое Дерьмовое Качество Делать Сраные Пули Которые Вылетают Либо В тебя В упор Либо Из Такой Жопы Когда Вот Только Только Танк Выехал Допустим Из-за Экрана Сразу Выстрелил А ты В этот Момент Как раз Находишься Рядом С этим Экраном Краем Кстати Аркадная Версия Вышла В 1088 Году И там В принципе Если в нее Играть Графически Она Довольно Таки Неплохо Вся Проявляет Кстати Контов Здесь Три В принципе Этого Хватает Если игра Сбалансирована Тогда Три Конта Нормально Ну Я бы не На самом деле Особо Сбалансирована Ну блин По сравнению С аркадой Она Претерпела Изменения Да Согласен Полностью Аркадная Версия Полная Дерьмов Монетка Выбивающая Там Баланса Никакого Нет Там В тебя Срут Просто Всем Чем Можно И даже Имея Бесконечные Конты Я Не решился Пройти Я по-моему Дошел Как раз Таки До Гарпии И Все Забил Я просто Не смог Я убить Серьезно Там Слишком Уж Много Этих Скелетов Выбегает И Стреляет В тебя Это Даже С учетом Гирс Вичи Да Я поставил Как Как С полон Завещал Все 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 На Изи Больше Контов И Все И Нифига Если Она На Изи Такая Нахрен Она Нужна Аркадная Версия К тому же Есть Версия Сеговская Которая На мой Взгляд Гораздо Круче Да Джо Аполлон Главный Герой Да Мы Играем С главным Героем Аполлона Кстати Как могли Заметить В некоторые Определенные Моменты Появляются Поворапы Это Обозначает Что У нас Чекпоинт То есть Когда мы Сдохнем Опять Окажемся В этом Месте Так Снова Эти Сам Наводящиеся Бошки Которые Вылетают Из угла Надо Все Римя Стараться Находиться Где-то В центре Экрана Блин Почти Затролила Когда Бошка Каменного Умирает Собственно Вылетает Огонь Так Так Тихо Мы почти В конце Фух Отлично Отлично Блин Руки Спотели Ужасно Так Ну что ж Сейчас Мы будем Фармить Жизни Объясняю Как это Делается Сейчас Я поставлю У себя Просто Тут Можно Сделать Вот так Чтобы Я кнопку Не держал У меня Можно Сделать На джойстике В общем Объясняю Сейчас Будет Появиться Босс У него Вот Вылетают Вот Такие Руки Кажда Рука Дает На Десять Тысяч Очков Получается Десять Тысяч Очков За Каждый Пятьдесят Очков До Четырех С половиной Миллионов Дается Жизнь Все Можете Идти С чаем Смело Пять Пять Минут Можно О чем Нибудь Поговорить Вот Так Стыж Фармишь И благодаря Этому Только Ну не только Конечно Благодаря Этому Мне кажется Если здесь Не фармить Конечно Можно Может И можно Затащить Тоже Но Честно Если б я не Нашел Вот это Место Фарма Я бы Не стал Играть На стриме Потому что Дальше Будут Уровни В которых Ошибаться Ошибиться Очень легко И при этом Во многих Местах Жизни Можно Тратить Легкую Асканта Дают Всего Две Жизни Очень Мало А здесь Мы Сейчас Набьем Ну Короче 7 Жизни Точно Должно 7 Жизни Точно Так Так А ты Гриша Кстати Играл В эту Игру Я так Понял Нет Нет Просто Примерно Предполагаю Раз Что Аркада Родилась Надо Потом Будет Сыграть Когда Нибудь Но С С С Надо Еще Разобраться Лучше Ну Я Так Скажу Что Если Уже Совсем Захочется Челленджер То Вот Эта Игра Подойдет Она Она Как Бы Интересная Но Блять Сука Адовая Это До Ужаса Я Короче Еще Просмотрел В общем Как Говорил Уже Недавно Скачал Ром Сет Где Все Распределено По Жанрам Просмотрел Полностью Раздел Топ Даун Шутеров Без Сайд Скроллинга Ой Без Как Это Назвать Да Ну Скроллинга Горизонтального Только Топ Даун И Буквально Нашел Суб Игры Три Там Игр Где-то Около Двадцати А Из них Я Выбрал Которые Действительно Мне Понравились И Которые Еще Не Играл Ну Естественно Есть Муши Которые Тоже Не Проходятся На Харди На Лучшую Концовку Вот Еще Там Что То Что Не Помню То Что Вроде Серега Проходил На Стриме Вот Из Неизвестного Я Посмотрел И Мне Понравилось Только Три Игры Одна Из На Аркадий В общем Там Просто Пипец Расовый Гейм Овер На Последней Форме Босса Офигенно Просто Я Сидел 40 минут Играл Страдал Короче Думаю Ну ладно Пройду Просто Хотя бы Посторю Как Концовка Ну да Посмотрел Сдох И Все Меня Откинули В итоге Сеговская Версия Прошел На Изи Потратил Аж Четыре Конта Причем Было Три Попытки Более Менее Подзадрачил Игру Но Что то Там Есть Там Есть Принципе Прикольная Фишка Что Три Корабля Все Они Разные Это Стоит Отметить Что Один Там Хорош Именно В плане Силы Атаки То есть У него Мощные Выстрелы Да Там Больше Сразу У тебя Повара Больше Становится Другой Более Маневренный Но У него Меньше Сила Атаки Как У каждого Корабля Есть Роллинг То есть В этот Момент В тебя Пули Не Попадают И Всякое Разнообразное Оружие Которое В принципе Я еще Ни день Не видел Есть Стандартный Обычный Спред В разные Стороны Есть Миссл Тоже Самонаводящий Ракеты Хоминг И Есть Разные Оружия По типу Кругового Такой Прям Вокруг Тебя То есть Вылетают Такие Как бы Не Сферы Ну Окружности В форме Такого Диска То есть Одно Направление У них Просто По кругу Они Разлетаются В разные Стороны Второе Оружие Оно Как бы Так Как Сказать Как По Параболе Так Вылетают Тоже Интересно В принципе Но Кроме Вот Этих Вот Как раз Таки Оружия И Роллина И Несколько Типов Кораблей В принципе Особо Ничего Интересного Нет Ну Почему Ты Игра Это Зацепила Ее Наверное Тоже Пройду Если Она Нормально Сделана Почему Б И Нет Ну Да То есть Опять же Я Не Как Серега Там Я Не Ищу Что-то Конкретно Нового Просто Игра Сама По Себе И Визуально Понравилась 6 В принципе Уровней Всего Лишь И На Сеге Она Как Раз Таки Нормально Проходится Можно Дохнуть На Последней Форме Брать Кон Так Ну Все Жизни Нам Больше Не Дают Поэтому Отрубаем Турбо Кнопку И Уже Так Мочимся С Боссом Возвращаемся К Этой Игре Ну И Еще Хотел Сказать Что Еще Есть Одна По Моему Одна Игра Которую Я Хочу Посмотреть Сначала На Аркаде Я Не Помню Просто Как Она Называется Но Она Вроде Тоже Прикольная Вот Ну Сначала Посмотрю Еще На Аркаде Потом Точно Скажу Стоит Лиф Вообще Играть В Нее На Сеге Так Ну Ладно Этот Босс У нас Собственно Вот Такое Вот Нужно В Него Стрелять В Грудь Так Скажем Все Таки Не В Голову До Головы Не Долетает И Вот Он Собственно Своими Капельками Ну Как бы Мешает Нам Него Попасть Нужно Между Ними Пытаться Пролететь Но Проблема В том Что Я Не знаю Чем По-моему Тут Есть Все Таки В Гри Ранкер И Чем Больше У меня Опшенов Тем Больше Капелек Выпускает Сейчас Не Очень Удобно Мочить Что Он Прям Вообще Прям С одной Стороны Льет И Льет Я Прям Немного Нормально Полететь Я Хочу Зачарджить Да Он Как-то Реагирует Компорт Выстрел Ну В общем Когда Мы В него Попадаем Вот Когда В него Попадаем Капельки Огня Как Начинает Капать А Вот Сейчас Когда Даже Не Попадаю В него Они Все Ромно Идут Когда У меня Был Один Опшен Ну Я Дох Как Был Подбирал Начек Пойнти 2 Спидап И Опшен Такого Не Было Гораздо Меньше Походу Дело Все Таки Ранкет Тут Присутствует Тоже Ну Все Знают Что Такой Ранкет Надеюсь Ну Это Когда Как Градиус Допустим Когда У тебя Прокачка Больше То И Собственно Сложность Босса Тоже Увеличивается Вместе С прокачкой Немножко Нудный Босс Потому что Эти руки Они Не дают Нормально Все Это Дело Зачаржить Ладно У меня Еще Одно Касание Если Че Два Касания Есть Хватить Блин Как Неудачно Соспавнились Капельки Ну и собственно Если я Кошнусь С огня Которые По бокам Экрана Я сдохну С одного Удара Тоже Надо Учитывать Блин Вот Нельзя Вот Так Встать Чтобы В одно Место Чтоб Тебя Капли Не касались И просто Стрелять Ему В лицо Получается Это Разрабачки Видимо Продумались Да Они Учли Что Нужно Именно Вот На таком Расстоянии Это В принципе Хорошо Вот Становится Сложнее И Интереснее Соответственно Челлендж Как я и говорю Вся игра Это Сплошной Челлендж Фух Фух Как Сейчас Увернулся Увернулся Господи Боже Когда Эта Тварь Уже Сдохнет Таймап Там Таймап Как бы Боссы Здесь Не убиваются Сколько Времени На нем Не находился Он Не сдохнет Как В некоторых Шмапах Если Был Таймап То Тогда Будет Не смог На нем Напармить Еще Ну Да Кстати Очень Не хочется Сейчас Дохнуть На него Честно Блин Все Таки За ОБ Сочет Подпёрдывается Дело Дело Дима Прав Думано С собой Слезать На Экспит Переходить Да Надо Протестить Экспит Потому что Неизвестно Там Может Тоже Какие-то Глюки И К тому Ж Блин Это Крякнутая Версия Она Хоть Конечно Норм Была Раньше Но Неизвестно Там Тоже Я Уже Не Помню Но Какие-то Глюки Закрякнутые Версии Тоже Были Вот Сейчас Глюк Допустим С обновлением Плагина Для Кибера Да Там Нужно В хосте Убирать Какие-то Что-то Там Ну Ребят Короче Подобьявый Человек Писал Типа Что Давно Ждал Надеялся На Стриме Бремлина Увидеть Короче Он Поставил Мегамена Из Мегамена Спайдгейм На Аву Лол Это Кстати Наш По-моему Постоянные Зрители Как я Понял Имя Фамилия Да Или Нет Чувак Саймон Бельмон А Саймон Бельмон Да Ну Тоже Не Это Сам Не Настоящее Имя Да Ладно Вот Че Вдруг Это Реально Да Саймон Да Блин Я Заколебался Уже Этого босса Валить Когда он Уже Сдохнет Жирный Гат Жирный Наконец То Есть Большин Кус Куда Кус Кус Ну Кус Большин Пользовался Но Эта Программа У меня Не хочет Сохранять Нормально Стримы Которые Больше Двух Часов ОБС Просто Да Там Кус Кус Что Вроде Он Как Сохраняет Но При этом Когда Схожу В папку Стрим Он Просто Не рендерит Он Начинает Глючить Зависать Просто И все Короче ОБС Еще Надо Доделывать И доделывать Кстати Заметили Да Стеночка Немножко Сломалась И нам Показали Грудь Но Не обнаженная Так Начинается Тот же Такой Довольно Таки Интересный Уровень В том Плане Что Здесь Там Придется Сейчас Уворачиваться От Огромных Камней Не Камней Шаров Которые Будут Нельзя Кататься И при этом Будут Выбегать Всякие Уроды Которых Нужно Будет Стрелять Именно Скидывать То есть Не просто В них Выстрел Убил Да А именно Скидывает Вот эти Вот такие Огромные Шары То есть Они Катятся Именно В определенном Месте Только По дорожке То есть Они Ну Ограничено У них Пространство То есть Нужно Запоминать Как они Будут Катиться Иначе Жопа Ну Также Их Чарджа Можно Убить Еще Есть Такие Же Красные Шары Которые Уничтожаются Вот этими Черными И Красные Шары Разлетаются В разные Стороны То есть Как Как Снаряды Сейчас Увидим У меня Блин Одна Одна Жизнь Я По ходу Дела Не смогу Пройти Сейчас Этот Участок Мне Хотя Будет До Чекпоинта Дожить Вот Видите Опять Всякая Срань На меня Летит Которые Еще И Выстреливают И тебе При этом Нужно Еще Всего Уворачиваться Не Очень Но Опять же Интересно Все Так Я Наверное Заколебал Уже Говорит Слово Интересно Но Действительно Так Так Как подписывать Просто Боссраж От Такого То Числа Или Боссраж Боссраж Байт Гриша И Число Просто Все Вот Красный Шар Поэтому Здесь Собственно Такая Небольшая Нет Не успел Здесь Можно Успеть Сломать Черный Шар Пока Он Долетит До Красного Предотвратить Собственно Не сильно Разорвают Но Сейчас Их Будет Несколько И Это Уже Это 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 Надо Уже Будет Исполнять Самая Проблема Будет В конце Когда Будет Куча Этих Птиц Лететь Куча Просто Сраных Птиц И При этом Нужно Будет Уворачиваться Вот Так Вот Видишь Как Лишь Может Разлететь Когда Их Два Да Так Уже Сложнее Вернуться Гораздо Вот Вот Сейчас Будет Место Главное Мне Здесь Не Затупить И Вот Сейчас Сделать Вот Так Здесь Надо Было Запомнить Так Теперь Главное Уворачиваться Уворачиваться Еще Раз Уворачиваться Я уже почти в конце Я уже почти в конце Че за антисиндром стрима Я прошел на одном На одном На одном хите Весь этот участок О боже Мои пальцы У меня реально болит палец От этого чарджа Постоянно Кнопка Аж прямо Ну Начала Как сказать Ладно Никак не сказать Не отвлекайся Да Ну ладно Тут я уже в любом случае Сдохну Тут по-моему Все таки есть Ранкет на боссов Потому что Ну не убивали Сейчас голову Сами видели Три Три Общена Ну три Заряда в них летело Они почему-то не убивались В общем Нужно уничтожать Сейчас вот эти вот головы Чтобы попасть Главное Этой голове Главную голову Пока Лучше не трогать Блин Сейчас буду Сутывать жизни Поподолел Да Вот Когда мы бьем Главную голову На нас начинают Всякие сосульки Сыпаться Это не очень приятно Ну их можно Также уничтожить Правда Но О Вот сейчас Почему-то уничтожились Ходило Побольше Попало Снарядов Ой Так Странно Сейчас А нет Вот сосульки Полетели Так Все Головы уничтожены А нет Еще одна осталась Так Где ты Умри Все Отлично Босс пройден Но он не настолько сложен Если успевать Уничтожать эти головы Кнопка у меня реально Стерлась уже практически Вот это вот Икс Просто От чарджа Это кошмар Так Сейчас нам Говорят Тифон Из террабл То есть Тифон Ужасен Ау Опять Все там Мучает Но тут Уже нам И Полностью Оголили Так сказать Нашу сестру Как Как не стыдно Так И сейчас Начнется Еще одно Адовое Еще один Адовый уровень Здесь будут Такие Собственно Чуваки Которые будут Кидать нас Камнями И нужно Успевать Их сбросить В воду Чарджем Опять же Когда будет Летать Куча Всякого Дерьма Типа Вот этих Летучих Мышей Которые В тебя Будут Еще И Выстреливать Мало Того Что Они Сами Тебя Допаж Так Они Еще В тебя И Выстреливают То есть Наводятся На тебя И в тебя Стреляют Практически Всегда Но Потом Из-под Воды Вот такая Фигня Вылетает Но Посмотрим Сегодня У меня Получилось Вот Нужно Подлетать В общем В упор Уворачиваться От камня И Выстреливать Тогда В принципе Они Легко Падают И нужно Успевать Их Как можно Быстрее Скинуть Иначе Закидают Серьезно Когда Будет Их Именно Много Закидают Так То В принципе Пока Что Сам Началь Еще Фигня Видно Что Ты Помнишь Примерно Где Они Находятся Да Я Просто Заучил Серьезно Поэтому Я Говорил Что Игра Науч На Изубривание Маршрута Но Они В принципе Ничего Особо Запоминать Не надо Они Либо По бокам Либо Посередине Находятся Прямо Чередуются Даже Запоминание Не такое Сильно Требуется Но Уровни Разнообразные Даже Можно По Заднику Хорошо Все Так Главное Сейчас Хотя У меня Три Три Хита Хватит Еще Датчик Пойнт Отлететь И Не знаю Мне Перед Последним Уровнем Дохнет Не Дохнет Там Просто Я Кремлина Сегодня Кто Не Посмотрит Ну Вот Уже Начинается Тут Еще Пока По Две Птички Улетает Конечно Но Уже Все Неприятно И Внимание Нужно Обращать Именно На Птиц Потому Что Если Эти Птицы Они Просто Больше Дамы Наносят Нежели Сами Вот Эти Чуваки Они Ты Еще Кидают Камнями С Большой Задержкой От Них Нормально Можно Уворачиваться А вот Этот Птичек Будет Уже Трудно Увернуться Когда В тебя Кидают Сразу Тремя Какими Камнями Еще И Выстреливают Кучу Кучи Дерьма Что Я Хорошо Иду Серьезно Очень Мне Нравится Черночек Корни Сглазить Да Лучше Не Сглазить Потому Что Сейчас Пац И Раз Не Ну Я Дох На Последнем Боссе Я Точно Зна Что На нем Можно Умереть Упс Но Вот Конт Не Терял Так В Жопу Че То Я Сейчас Реально Чуть Не Сглазил Потому Что Уже Конец Уровня А я Не Смог Завалить Двух Последних Чуваков Ладно Один Хит Потратил Так Сейчас Сейчас Че У нас Сейчас Будет Босс Не Босс Да Наверное Босс А Босс Да Просто Тут Как бы Иногда Турень Шестой Тоненький Короткий Получился Всего Одна Локация Так Обычно В уровне Две Локации И Босс У нас Это Собственно Цербер Получается Я так Понял То есть Тремя Головами Судя По Названию Уровня Watchdog Хелпа Да Цербер Здесь Нужно Аккуратно Потихоньку Не Торопясь Стрелять Во все Головы Уворачиваясь Потому что Когда Они Собственно Когда Мы Мы Отрубим Цербера Упс Затупил Они Превратятся В Сгустки Огня Огромные Шары Которые Будут Выстреливают Этим Огнем Вот Вот Уже Первый Блин Я сдохнула Ничего Страшно Нормально Жизнь Есть Да Жизнь Еще До С каждым Боссом Общинов Уже Сложнее Становится То есть Общины Не Дают Главное Не затупить Просто Запомнить Когда Они По определенному Паттерну Высовывать С головы Главное Не переборщить Чтобы У каждого Примерно Было Одинаково Одинаково Жизни Блин Срут Срут В меня Срут Просто Так Не превращается В глаза И рандомно Меняются Надо уничтожить Да Блин Надо уничтожить Треглаза Блин Общины Не хватило Сейчас Три Четыре Пять Раз Раз Два Вон так Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре Пять Раз Давай Слышь Блин Тебе Это Снова Было Не Тебе Прикрывают Друг Друг Друга Четыре Пять Тяжело Чарджить Одновременно Следить За Этим Кругом А Когда Их Два Так Это Вообще То есть Он стреляет Тоже По кругу Так Аккуратненько Давай 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 Уже Так Раз Два Три Отлично Все Босс Пройден Отлично Прошло Заключено Сербер Пройден Ну что ж Остается Последний Урин Тут уже Показывают Нам Просто Грустное Лицо Тип Ну Игря Там Возьми Меч Света Фелиос И Там Где Он Находится Где-то В Дж Ну Там Что На Дж Я Не Спел Прочитать Гая Да Просто Там Еще Слилось Немножко С И Здесь Вот Такой Элемент Из Градиуса Можно Точнее Не Можно А Нужно Стрелять Во Всякие Кругляшки Я Не знаю Они Просто Со Звуком Таким Разбиваются Поэтому Назовем их Стеклянные Сферы Лучше Мочить И Конечно Естественно Чарджем В общем Вот Такие Монеты Разбиваем И Получаем Букву Соберем Слово Фелиос Будет У нас Новый Чардж Новый Меч Новый Чардж И Его В Принципе Можно Собрать Да Можно Его Не Собрать Но Это Нужно Быть Со Сем Дегенератом Серьезно Ну Я Я Вообще Думаю Что Без Без Этого Меча Последнего Босса Не Убить Просто Не Убить Потому Что Там Ну Поймете Сами Сейчас Когда Дойдем Так До Чикпоинта Нет Эту Хрень Я не Буду Брать Сидите В Жопу Она Будет Только Мешать Будет Ломать Руки И У меня Будет Просто Куча Ковна Лететь Так Ну О Ну И Собственно Еще Есть Некоторые Медальки Пустые Из них Вылетают Просто Фигня Без Буквы Опасно И При этом Если Ты Собираешь Меч Но Умираешь Собраны Меч Ну Допустим Если Ты Умер На Чикпоинте То Остаются Те Буквы Которые Ты Собрал Дочекпоин Стопа Там Есть Блин Пан Пришлось Дохнуть Что Я Немножко Подзабыл А Да Я Слишком Рано Стал Сжаться К Левому Краю Потому Что Не В Этом Месте Нужно Было Сжаться Там Нужно Было Лететь Посередине Все Верно Вот Ну То То Потом Будет Чикпоинт На Боссе Уже С Полным Мечом И Естественно Меч У У Останется Иначе Быть Не Может Это Было Совсем Не Честно Разработчики Удивили Последним Боссом Сейчас Объясню Почему Точнее Когда Иду Объясню Почему Сейчас У Нас У Получается Сколько Миллиард Да Миллиард И сколько Или 10 Миллионов 10 Миллионов 10 Миллионов Очков Жизни Нам Уже Не Дают Так Тут И Главное Весь Прикол В том Что Больше Восьми Жизни Набрать Нельзя Точнее Я Не Знаю Можно Набрать Или Нет Но Счетчик Не Работает Больше Восьми Почему Не Набирается Почему Так Непонятно А Рука Вот Этим Наводится На Меня Ой 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 Что Я Сделал Она Обычный Трука Чарджем Сразу Убивается А тут Что Ну Решила Распасаться На Маленькие Руки Все Руки Хотят Нас Полапать Да Ручище Неужели Мы Настолько Сексуальны Что Нас Хотят Все Руки Потрогать Ладошками Ладошками Да Трогай Ты Минав Свол Нет Только Не надо Минав Это Играть Так Опять Пустая Зря Ты Доздох Можно Было Не Умирать Сейчас Опять Будут Руки По Моему Так Буковка Л Уже Фел 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 Фелизовы Чуть Осталось Да Проклятые Руки Все Там Собственно Теперь У нас Есть Фелиз И Чарж У нас Превращается Вот В такую Штуку Прям Прям Луч Энергии Луч Солнца Получается Это У нас Бог Солнце Собственно Стреляет Наверное Все Таки Каким-то Сгустком Энергии Солнце Случайно 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 Соскользнул Палец Крестовины Потому Что Руки Потные Я Улетел Просто В стеклянную Эту Сферу Офигеть А я Был уже До конца Уровня Начинаем Заново Зато у тебя Пауэрап Сохранился Кстати Да Я думал Не сохраняется У меня Кстати Ноль Жизни Может Мне все Таки Может Мне все Таки Сдохнуть И взять Конд Давайте Не Уже До конца Просто Если Я говорю Если Я сейчас Дойду До Последнего Босса А там Будет Расовый Гейм Овер Во-первых Эта Игра Так же Отправится Скорее Всего Не В отстойник Все Таки Она Не Отправится Но По крайней Мере Нормальный И Она Перестанет Будет Это Точно Но Я надеюсь Что Они Не Перенесли Эту Наркоман Скор Хрень Из Аркадной Версии Ну Да И К тому Что Если Потеряю Конд Я Хоть План Покажу Чем Меня Удивил Последний Босс Ладно Палом Бог Света Не Ну Почитайте На Википедии По крайней Мере На Википедии Так Написано Он Не Бог Света Он Бог Солнца Какая Разница Вот Так Окей Действительно Блин Я Походу Дело Все-таки Сдохнул Че-то Я уж Слишком Плохо Дошел До Этого Места Еще Полуровня Полу Локации Впереди Да Не Я Постараюсь Прискидываю Последнего Босса На Одном Систем Че Будет Будет Эпик Это Крем Как Скинуть Робокоп Против Терминатора Робокоп Стал Чарджить Вы Вызна Принай Еще Представляю Если Без Турба Кнопки Который У меня На Джойстике Играет Был бы Забо Если Чардж Был Как В Речке В Рейке Он А я Даже Не знаю А Сам Просто Сам Чардж Ты Просто Не Стреляешь Он Сам Чардж И Ты Просто Потом Нажимаешь Кнопку Выстрел Там Очень Грамотное Управление Как По Мне Сделано Это Кибер Спортивная Типа Игрушка Там Создавалась Для Специального Турнира В Поверейке Честно Честно Сказать Я Не Понял Это Нажив Сереги Спрашивает Для Сколько В ней Контента Запихано И Насколько Она Круто Реализована Это Блин Да Она Не Тормозит Вообще Ну Там На Боссах Закон Паралакс На Каком На Втором Толи Или На Третьем Уровне Синусоиды Не Паралакс Да 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 Рисуется Вообще Фап Фап Ну Это На Прерываниях Штука Рисуется Вон Та Та Херня Была В Русского Помнишь Юрского Парк Русского Перевод Отлично Оговорился В Джурасик Парке Там На Титульнике По Синусоиде Этот Логотип Оушен Рисовал Иди В жопу Ладно Да Не ты Блин Какого Хрена Мать Там Уже Блин Все Был Конец Уровня Ладно Мне Фелево Составили Еее Ладно Покажу Хоть Действительно Так Сейчас Секунду Я окно Открою Че-то Жарко Я не могу Прям Потею Потею Реально Игра Пот Просто Я Уже Не засыпаю Потихоньку Так Ну да Полдвенадцатого У нас Полдвенадцатого У меня Час Двадцать Пять Вообще Ладно Следующий Переведи Решение Всех Проблем Отлично Переведи Часы Что-то У тебя Не русское Время Ну конечно Россия Настолько Большая Страна Что Можно Любом Времени Не русское Что Любое Время Отличающий От Московского Все Уже Не русское Слышь Ну А Слышь Че я Вообще Мне Это Бофик У меня Московская Ой Я взял Акросс Случайно Блин Сейчас Будем Да Сейчас Будет Он У меня Руки Подбивать Боли Которые Которые Я не хочу Чтобы Подбивались Да И Самых Главных Таши Да Я Я пройду игру Сто процентов Отвечаю Я уже Нет Все Все Самые Сложные Уровни Пройдены Уже Последние Действительно Могу Быть Спокойно Первым На мой Взгляд Не Хотя Ладно Первый Все таки Полегче Это точно Но Вторым Точно Мог Быть Все таки Музыка Спокойно Летим В космосе Точнее Не в космосе А скорее всего Просто Ночь Звезды Луну Сперли У нас Ночь Наступила И Видно Звезды Когда же Ты закончишься Сраный Экросс Как Экросс Переводится Бумеранг Потому что Бумеранг По-моему Таки Пишется Бумеранг Как бы Да Кросс Кросс И все равно Вот опять Пять Уначе Ступала Просто Кросс Это по-моему Крест Да Тут Это Кросс То есть Полу Крест Ну Нет Не Полу Крест Переведите В гугле Плиз Я Заполучу Акросс Через Ось Сквозь Через Асквозь Интересно Как Бумеранг Сверлиться Сосквозь Не знаю Вот Вот Феллиус Реально Ассоциируется Сосквозь Вот Этот Чардж Он Просто Реально Сквозь Все Феллиус Ну Фейл Как Ну Или Фаааак Я Не Фак На самом Деле Потому Что Я Немножко С этой Стороны Пошел Но Мне Вроде Везет К этому Оружу Один Из Переводов В ширину Подходит В ширину Да Действительно Я Читал Пытался Нагуглить Короче Это Название В греческой Мифологии Не Нагуглилось Ничего О, мне жизнь далее А, ну да Потому что у меня Шканты Пошли Когда Конт Собственно Очки сбрасываются Ну пофиг Мы не дрочим На очки Поэтому Насадить на них Ну что же Все пройдено Последний босс Замок И собственно Посмотрите Сейчас Как будет Прибавляться У меня Жизни Нет Не замок Это просто Я не знаю Почему Все Локации Так Заканчиваются Так Набираем Сразу Два Община Зато На последнем Босс Общинов Надавали Полностью Вот он Сам Тифон Этот Титан Который Сверк Зевс Как я понял Раз Жизнь Два Жизнь Три Жизнь Три Жизни Просто По 250 Очков По 25 Тысяч Очков За Этого Рода И вот Собственно Сам Главный Босс Он Не такой Сложный Как Казалось Он У нас Выпускает Кучу Всякого Дерьма В виде Этих Еще Он И все После Сбоку Сбоку Его Центра И он Тя Не Попадает Так Это У нас Третий Допон Сейчас Он Прикрылся Крылся Третий Раз Просто Чтобы Знать Когда От Него Если Чего Будет Улетать На Седьмой Раз Он Приблизится Уже В Флотную Так Четыре Пять Уже Не Дожимаю Чардж Шесть Не Люблю Идер Которых Чарджем Обязательно Можно Убивать Ну Здесь К сожалению Именно Так 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 Семь Все Да Готово Пройдено Еее Молодцы Это Было На самом Деле Действительно Жестко Адово Ну Собственно Че Могу Сказать Сейчас Посмотрим Мы Заставку Нальную То есть Аполло Аполлон Победил У нас Тифона И освободил Свою Сестру Артемиду Я не знаю Может тут они Любовники Инцест Это нормально Среди богов И он Надо Слышать Просто Таким Убитым Упором Голосом На Аркадии Естественно Звучат Голоса Замечательно Здесь же На Сеге Это просто И кстати Если здесь Нажимать Кнопку Короче Тебе Говорят Будет Гри Типа Будь Терпеливее Типа Не торопись Вот Be Painted Be Painted Painted Господи Совсем Наркоман Да Be Painted Ну вот Она типа На нас Смотрит Мы Смотрим На нее Я думал Она В определенный Момент Может Снимет Себя Одежду Или Еще Что-то Но Нет Это Все Мои Похотливые Мысли Только И мечты Ну Так Ты Шо Надо Шо Все Такие Смотрели Вот Блин И мне Теперь Интересно Пройти Короче Эту Игру На Начина Будет Самому Пройти Проверить Мне Реально Интересно Даже Не Не От Того Что Поп Поп Позатреться Титки Титки Этого Этого Дерьма Полно В интернете А именно Блин Голая Баба На Аркадных Автоматах В Игре И пишет Логин Ютипа И Поцелуйчик Вот Я Говорю Как Тут Могут Реально Такие Намеки Просто На Спаривание Короче Чувак Чувак Это Молец Другое Это Типа Ты Такой Значит Сидишь Такой О Таку Значит Такой О Мне Нужно И тут Пользуется Твоими Животными Нести Никто И ты Такой О Сиски О Буду Бабло Кидай Чтобы Шоп Ходить О Ну Твоя Версия Близка Наверное К истине Че Такой Какой Херовый Да Ну Я не знаю По-моему Красивая Заставка На самом деле Откуда Только Салют Подпишут Конгротелайшнс Че Может На Эксперте Чтобы Я Завтра Ушел В Хирургию Мне Наложили Гипс На Большой Палец Ты Твой Чардж Срава Че То Я Еще Хотел Сказать По Понравилось Дал бы Я ей Наверное 5-6 Только За Челлендж И Интересные Уровни И В Принципе 1990 Год Для Сеги Игр Практически Еще Нормальных Не было Так что Это Отличный Представитель Жанна Шмап На мой Взгляд Надо Будет Посоветовать Сполненно Но Я боюсь Советовать Потому Что Действительно Есть Адовые Места Будут Обсирать Сидио Гейм Сом Дэй Я Подумал Что Блин По Любому На Эксперте Лучшая Концовка Но Нет Проверила Собственно На Ютубчике Собственно Тоже Сам Эксперт Вот У нас Открывается Новая Компания Эксперт Все Тут Включаем Там Все То Самое По Крайне Мере Ну Так Чуть Чуть Покажу В Первом Уровне Я Чуть Не Заметил Особой Разницы Вот Допустим Сам Начале Так же Выходят Так же Вылетает Эти Уродцы Так же Выходит Скелеты Они Учистошаются Таким Чарджем Вот Даже Еще Один Не Он Тогда Так же Еще Один Опшен Показывает Тут Никой Разницы Незаметно Ну Ладно Поиграю Я Уже В Нее Потом Сам Точнее В Эксперте Попробую Пройти Но Если Там Уже Совсем Какой-то Ад Начнется То Оставим Это Действительно Для тех Кто Любит Проходить Игры На Максимальном Уровне Сложности Ладно Сейчас Я Туда Останавливаю Трансляцию Вы Никуда Не Уходите Будет У нас Наконец-то Гремлины И Никитос 600 Дождались Дождались Гремлины